Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и сегодня я расскажу вам о том, как Бантиньков пытался пригласить меня на работу и купить меня. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай или кофе, берите свои любимые пироженки и готовьтесь к замечательному монологу от умнейшего бородатого лица всего Ютуба. Ну что ж, не буду томить вас в ожиданиях. Свет, камера, мотор! Ну что ж, я надеюсь, вы готовы выслушивать мой рассказ про взаимодействие с Банком Киньков. И если вы меня знаете, то когда разговор серьезный, я закуриваю, ну а мы же будем говорить про банк. Поэтому точно серьезный и точно закурить. Итак, ближе к делу. Несколько недель назад мне позвонили из банка Тинькофф. Я просто увидел, что звонили с номера 8800 и так далее. Пробил, понял, Тинькофф, думаю, зачем они мне звонят? Ммм, возможно, они узнали, что я видеоблогер и хотят купить мне рекламу, чтобы я их прорекламировал. Или наоборот, сказал, насколько они хорошие, ведь недавно был разгромный обзор от Немаги. И я сразу начал перенабирать им. Сразу решил разобраться в этой проблеме. И никто не взял трубку. Ну, я человек занятой, я был на работе, поэтому продолжил заниматься своими должностными обязанностями. На следующий день опять звонок. Опять я его не слышу, потому что звук выключен. И опять я перезваниваю. Опять жду, что мне предложат рекламу и сотрудничество. Что меня купят, как всех продажных блогеров. И мне больше не придется работать, я буду купаться в деньгах. Но нет. Отвечает девочка по голосу от 18 до 22 лет. Говорит, что она из отдела персонала. Очень интересно. Да, у меня открытое резюме. Но я его не обновлял. Значит, они меня сами нашли. Но я ведь руководитель. И у меня подчинение несколько десятков человек. Значит, они, наверное, предложат мне должность регионального директора по продажам. Или начальника отдела дистанционных продаж и телемаркетинга. Заманят меня деньжищами. И я опять буду счастлив. Нет. Мне предлагают... Мне предлагают... Мне предлагают... Уделять один час своего времени в день. Для того, чтобы распространять продукцию Тинькофф Банка. И по прикидкам Тинькофф Банка, как мне сообщает эта девочка из HR службы. Я буду получать в месяц 5000 рублей. То есть... Олег Тинькофф заявляет, что у него работают профессионалы. Лучшая команда, можно сказать, в мире. И вот эта лучшая команда в мире находит мое открытое резюме. Где указано, что я руководитель. Где указан мой доход, который превышает в несколько, несколько, несколько раз эти 5000 рублей в месяц. И предлагают мне быть бегунком. То есть эти профессионалы... Думают, что я встану на колени и скажу спасибо, что позвонили. Вы чё там? Оху... А спонсор сегодняшнего выпуска способность анализировать. Если вы будете анализировать, то вы никогда не попадёте в такую ситуацию, как менеджер банка Тинькофф. Анализируйте! Ай, как же тяжело-то в этой стране живётся. Зритель! Дорогой мой зритель! Я надеюсь, ты понимаешь, что нужно распространить это видео, чтобы Олег Тинькофф понял, что у него команда не профессионалов, а недоразвитых пятикантропов на уровне пятикантропов. Люди, которые даже не умеют, видимо, читать и звонят, кому попало. Я даже не удивлюсь, если они позвонят, например, председателю управления банка открытия Вадима Беляева и предложат ему побегать и попредлагать продукцию банка Тинькофф. Отличные люди! Ха! Олег, и вы ещё так громко, с пеной у рта рассказываете про свой банк, что он, мол, самый лучший, и там работают лучшие люди! Нихуяшеньки там не работают лучшие люди! Вы плюёте людям в лицо! И мне плевать на то, как вы покупаете рекламу и какой продукт предлагает ваш банк или кредитная система Тинькофф, банк Тинькофф. Мне плевать! Вы звоните из HR-отдела, не изучив анкету кандидата, сами меня причём находите и предлагаете мне работу бегунком. Это оскорбление. А я не люблю, когда меня оскорбляют. Ну а если уж меня оскорбили, то получайте в ответ мой дорогой непрофессиональный предприниматель с непрофессиональными рабочими. Ну и также это обращение не только к коллегам, а вообще, в принципе, ко всем компаниям, которые, я думаю, не только мне, а и многим другим, возможно, и моим зрителям, отсылают приглашение на интервью. Ох уж эти компании. Опять же, моё резюме содержит слово сочетание руководитель колл-центра. И вы приглашаете меня на оператора колл-центра, на менеджера по продажам? Вы серьёзно? Вы думаете, человек, у которого в подчинении несколько десятков человек, человек, который не звонит по клиентам, а который планирует, как звонить, как продать, как построить график, как построить табель, как всё это свести. Человек, который проводит тренинги, увеличивает конверсию и улучшает показатели в общем проекта и каждого сотрудника в частности, и вы такому человеку предлагаете просто звонить серьёзно? Человеку с таким-то бэкграундом? Я не буду сейчас перечислять все эти компании, которые за последний месяц мне яростно выславят свои приглашения. Но, ребят, идите нахуй. А вы, дорогие зрители, распространяйте это видео. Пусть оно заверюсится, и пусть работодатели посмотрят. Посмотрят и поймут, что они набирают дерьмовую команду из дерьмовых людей, а значит дерьмово, ведут свои дела. И потом, когда кто-то будет кричать, ой, у нас в России не дают делать бизнес, у нас ничего не получается, вы покажите ему это видео, тем самым намекнув, что, человечек, ты не можешь организовать компанию изначально в плане своих отделов, и ты хочешь, чтобы у тебя, в принципе, все это работало, какой ты дурачок. Ой, в общем, на этом все. Единственное, что еще хочу добавить, что не нужно быть нормальным, нужно быть рациональным, потому что, сами понимаете, да, в какой нормальной стране мы живем. Прогнила это ваша нормальная страна. Меняйте вектор. Ну и если вам понравилось данное видео, то опять же распространяйте его, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, повышайте ранжирование видео. Я тут ради вас, типа, стараюсь, на конфликт, извините меня, с банком иду. Да-да, не удивляйтесь. В общем, с вами был, есть и будет всегда Данила Рышкин, самый субъективный продача всего Ютуба и всего интернета. Всем спасибо, всем дизлайк. Нахуй Олега Тинькова. Пользуясь случаем, хотелось бы еще передать привет не магии, ну это, если, конечно, данное видео распространится. Ребят, вот вы гоните на Тиньков то, что он покупает блогеров, то, что он продает кредиты. Да пусть он покупает блогеров, вам какая разница? Люди зарабатывают деньги, одни на покупке рекламы, другие на то, что у них рекламу покупают. И так же люди зарабатывают деньги, выдавая кредиты. И плевать, что у него нет своих банкоматов, и он пользуется банкоматной сетью других банков. И плевать, что он отрицает существование банкоматной сети, но просто он громко говорит, громословно, громогласно. Плевать. Вы агритесь на банк за то, что он выдает кредиты? Серьезно? А вы лучше пагритесь на своих зрителей, которые, я уверен, далеко не финансово подкованные. Ведь они, скорее всего, будут писать под вашим видео, я уж вот прям вот пену ухта, я злюсь, я не могу нормально слова произносить, потому что вы меня этим подбесили. Ваши зрители будут писать под комментариями, под, точнее, под видео, черт возьми, под видео, под вашим видео то, что вы правы, а под видео Тинькова то, что он козел и нагибает людей. Так, блин, просто они не знают, что такое кредит, они не знают, как рассчитывается на интенсивный или дифференциальный платеж, они не знают, что такое льготный период кредитования кредитной карты, они не знают, как правильно делать досрочное покоршение кредита, и они не знают, как правильно отказаться от навязанной кредитной страховки, которая, естественно, дополнительный продукт и не обязательно. И банк не вправе вам отказать без оформления данного продукта. И если вы оформляете этот продукт под предлогом, что тогда вам точно одобрят, нифига, как раз процент одобрения уменьшается, потому что это дополнительная финансовая нагрузка. Лучше рассказывайте вот об этом своим людям. Финансово просвещайте, потому что, возможно, им все-таки придется взять кредит, потому что в нашей стране без кредита большинство людей просто не сможет нормально прожить, просто не сможет себе позволить что-нибудь хотя бы более-менее нормальное. Ну и чтобы им в дальнейшем, веками не отдавать долги банку, так просвещайте их вот таким вот образом, а не просто выливайте куски или лужи говна на какой-то определенный банк. Ну или тогда уж обсирайте все. Хотя вы просто знаете, что Тинькофф отреагирует, потому что он любитель реагировать. У него это еще со времен Твиттера, когда я на своей яхте блюю на вас, которые не на яхте. В общем, ненависть не только к HR-отделам Банка Тинькофф и других мелких компаний моего города, но и к вам, господа, которые хотят как бы хайпа, но и не хотят при этом просвещать, а просто кривляются опять же. А был бы такой хороший обзор, если бы вы финансово просветили. Но не дотянули, не дотянули. Так же, как и HR-менеджеры Банка Тинькофф не дотянули, не изучили мое резюме и позвонили мне. На этом все.